в телеграм-канале сожалению я уже тут много на выставляла чего вот я хотела вот нашла значит смотрите тут скриншот ребятики вам меня видно слышно всю жизнь выбираться всю жизнь вы можете быть вот либералом потому что эти мигранты они голосуют всегда за демократов почему потому что демократы их обещают легализировать либо демократы им дают бабло кредитные дебетные карточки с баблом они им дают уже сейчас вот те кто пролез через дырку я вам сейчас кстати тоже не переключайтесь расскажу прикольный случай из моего опыта уже переводчика медицинского только что мне попался пятницу человек который сидит сейчас на границе в обезьяннике он перелез через границу русскоязычный не знаю украинец или русский наверно украинец и он сидит в обезьяннике уже месяц я вам расскажу ему звонил адвокат и мне заставили переводить это было ну хохма то есть это уже я наконец припасу уже вот под конец вам про как относятся с этой миграции к паспортным делам если продолжится вот это финансовое доминирование неизбежно погибает промышленность потому что при господстве финансов можно все просто покупать зарезанную бумагу и нет смысла ничего производить сша все это дешевле произвести где-то еще купить зарезанную бумагу и привезти в сша но если не станет промышленности совсем то соответственно дачного ключа не будет авианос сочинить да вот соответственно резаная бумага потеряет спрос ну из сша давно промышленность выводили в китае и в малайзию понимать потому что во-первых в какой-то момент стали подходить критично понимаете бабичев рассуждает я не знаю вот кто вот эти вот 250 тысяч подписчиков ну вот его смотреть как канал шоу я согласна ну-ка вот так вот знаете вот так вот ковырнешь вот вот так ковырнешь у него вообще будут базовых знаний нет да выводили в китай выводили в китай когда в китае извините этом рис вот так вот ложкой хлебали рис они были счастливы для американцев там шнурки вот такие с кроссовками iphone и крути крутить но китайцы оказались очень умными я про это знала еще когда я училась тогда в бизнес-школе в американской наш профессор еще тогда это был 2007 2006 год тогда наш профессор говорил что а китайцы не разрешают просто так строить фабрики apple там до iphone или тесла или кому-то они не разрешат они требуют blue prince blue prince это чертежи то есть вы сначала дайте нам чертежи а потом мы вам разрешим ставить фабрику те строят дают от жадности жадность ждал нам китайцы дешево построить давайте чертежи дадим китайцы они штупы и там эти китайцы чего они там сделают китайцы понабирали чертежи у них у всех потом у них на у них на этом apple работают на фабрике значит их не собственные люди которые работают на коммунистическую партию китая те чертежи программисты чертежи еще там айфонов и так далее бэмс китай то есть бабичи в тот момент когда китай просто там строил там 10 20 15 лет назад что-то там потому что них не было ни чертежи не по ничего это уже в прошлом китай сейчас сам строит машины лучше чем тесла телефоны лучше чем тесла шмотки любые лучше чем любые американские фабрики за счет того что китайцы у них у американцев взяли вот эти все чертежи патенты и трамп вот единственный который пытался он говорит давайте с ними бороться за то что они крадут наши патенты китайцы готов боритесь а мы вам не будем лекарства поставлять потому что лекарства сейчас выпускаются все тоже в китае а мы вам бумажную туалетную бумагу переставим прислать она тоже делается в китае китай сейчас делается все и китай уже это не тот китай который был 15 лет назад китай который он просто был счастлив что там вообще им к ним там какую-то фабрику у них построили они китайцы понастроили уже свои такие же фабрики и что он поет и плюнули они на патенты и на законы и на там право вот эти вот копирайты на все и они все воровали все там вот эти вот разработки и штампуют свое то есть это уже не тот китай и теперь китай владимир прав то есть на владимир очень эридированная согласна владимир вообще его просто размазал и бабичу только сидел хлоп 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 если что владимир его не добил насчет паспорта потому что он мог только сказать там что нет там товарищ сказал с калифорнии а могут сказать то может в разных штатах разные законы муж там других штатах надо все равно с паспортом приходить да поэтому не довел я хотела думаю я дойду я добью то есть я покажу официальные документы чтобы бабичева ткнуть уже окончательно морда значит вот в эту вот кучу какашек которые он там наложил а вот и владимир вы правильно ему говорит что китай а сейчас может отказаться за эту вашу врезанную бумагу даже не зарезанную бумагу это за цифры в цифры в компьютере где-то продавать вам извините лекарства или вот эти вот гаечные ключи для там этих авианосцев или там микрочипы и для не ваших самолетов там дадам для там f-35 и так далее то есть китай скажут то нахрен вы нужны мы производим продукт ну там закупаем у россии допустим там настоящие ресурсы там настоящую платину настоящее там золото там какие-то металлы цены да мы из этого со всего на своих фабриках строим вещь вы нам даете какие-то цифры которые каждый день вы рисуете больше больше за которыми ничего не стоит ваш флот мы больше не боимся потому что китай сейчас флот больше кораблей авианосцев и всего больше у китая чем у сша если китай заберет еще тайвань то все то есть ну все если сейчас брикс еще свою валюту как бы сделает вот эту вот цифровую на основе блокчейна это доллар он ну вообще уже все все ну кто как можно не видеть и не бояться тому же бабичу за свои собственные сбережения 30 лет проработать на сша и без трусов же останется этот дурак он же дуралей он же останется без трусов и сидеть верить что ничего с долларом не случается точки да и поэтому трамп начал возвращать то есть это был возврат поднять пошлины и запустить экономику соединенных штатов это была его идея для этого потребуется девальвировать доллар чтобы чтобы промышленность снова запустить то есть промышленникам выгодно именно девальвация то есть инфляция в долларе чтобы чтобы стало выгодно производить внутри сша но при этом когда доллар потеряет доверие в мире ну кому нужна бумажка которая обесценивается да прямо на глазах это бумажка которая может заменить сейчас сейчас нет но люди как минимум вот видите вот сейчас нет а завтра будет и что ты будешь бабичу делать в общем я даже не хочу больше на эту тему рода лагимир его тут разложил я оставлю конечно же в линк в описании под каникак каналом под вот этим вот видео посмотрите даже не хочу больше на эту тему разговаривать про голосование потом мы перешли от голосования на мигрантов то есть почему их завозят на то есть они завозят для того чтобы оставить демократов у власти пожизненно то есть если еще и легкий сейчас январь вы ой извините не нам не на этот марта январе был январе обычно на инаугурация президента то есть даже то что выборы будут в ноябре это не значит что в ноябре будут новые президенты тем более если они выберут вот эти с учетом таких мигрантов выберут снова байдена но допустим даже если по трампа выберут то байден будет у власти аж до января двадцать пятого года потому что инаугурация происходит в январе то есть у байдена еще практически год есть времени разрушить еще окончательно уже до разрушать эту страну у него есть еще целый год практически если такими темпами что он самолетами по 320 тысяч человек перевозит там в месяц и миллионы проходят в месяц через границу вы поймаете уже говорят прошло 20 миллионов то за год можно но постараться если то можно в принципе еще штук 10 миллионов перетащить это все это дополнительные места в конгрессе дополнительные места в сенате это дополнительно вот эти голосования которые ничем не подтверждены которые идут и орут эти мигранты байден байден вы только за байдена и дополнительные триллионы долларов которые значит будут на пропитание вот этих мигрантов которые байден завозит вот это договорит даже уже тоже вот разговор разговор уже идет ну вот в конгрессе да так как homeland security committee то есть это комитет по национальной безопасности на границе у них идет заседание и они говорят что ну что творится вы понимаете уже откуда деньги содержать эти миллионы вот этих вот людей которые пролезли через дырку заборе да а бабичи в это же время говорит ну что печатают и печатают вот смотрите что говорит на заседании безопасности потому что весь дискреционный бюджет федерального правительства на данный момент составляет одну целую семь десятых триллиона долларов если вы посмотрите на прошлый год то увидите что одна целая семь десятых триллиона это весь наш двенадцатый законопроект об осигнованиях каков был наш дефицит в прошлом году 1,7 триллиона сто процентов всего на что мы тратим деньги за исключением обязательной части medicare социального обеспечения medicare и талонов на питание приходится на обязательную часть с другой стороны сто процентов всего о чем мы здесь говорим давайте дадим им больше денег это деньги взятые взаймы у наших детей и внуков на самом деле мы хотим сказать вот что мы собираемся подарить тебе что-то что унаследуем от наших детей мы собираемся снизить уровень их жизни мистер блейкман позволь мне задать тебе вопрос потому что я действительно просто схожу с ума я здесь делаю заметки потому что я просто поражен могут ли нелегальные мигранты в нью-йорке голосовать я думаю что в нью-йорке приняли соответствующий закон к счастью у нас в округе на сау такого закона нет но на выборах в городской совет и мэров я думаю недавно нелегалам было предоставлено право голоса позволь мне про вы все поняли да вы слышите это не я говорю это извините заседание идет комитета по кризису на границе заседание по безопасности страны он говорит что да там голосовали обладающих и так если ты убежден что нам нужно больше таких людей и они согласны с твоей политикой скажем на стороне демократов пойдет ли тебе на пользу если ты будешь жить в тех районах где нелегалы отдают свои голоса за тебя политически выгодно ли вам иметь эти идеологии которые просто позволяют получать больше независимо от затрат ну это ни в коем случае не так и я думаю что быть гражданином соединенных штатов всегда идет на пользу американцам и самой америке будь то местная раса раса штата или федеральная раса на самом деле являешься гражданином и приносишь присягу в которой обязуешься защищать и поддерживать конституцию соединенных штатов но видишь ли ты что есть некоторые скажем демократы которые хотели бы этой высшей политики потому что это помогает им оставаться на своем посту потому что у них есть нелегалы которые голосуют за них это определенно меняется отношение голосов в пользу тех кто готов позволить кому угодно входи позволь мне продолжить просто потому что я хочу чтобы люди в нью-йорке обладали теми качествами которые вы все видите мы знаем что цифры говорят о том что прямо сейчас это обходится штату нью-йорк в 10 миллиардов долларов в год это обходится примерно в 6 миллиардов долларов в год сказал эрик адамс мэр нью-йорка только стоимость нью-йорка составляет 10 миллиардов долларов для штата а нью-джерси это обходится в 5 миллиардов долларов в год таким образом штат нью-йорк обошелся им в 10 долларов а нью-джерси в 5 проведи простую математику и получится 15 миллиардов долларов кстати при администрации трампа который у нас была в 2017 году уровень нелегальной эмиграции был на 45-летнем минимуме в 2017 году уровень нелегальной эмиграции достиг 45-летнего минимума никаких изменений в законах, только руководство. Сейчас мы достигли исторического максимума, которого никогда не видели в этой стране. 15 миллиардов долларов, которые потратили штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси на строительство четырехсотомельной пограничной стены или других систем при администрации Трампа. Это такая же сумма долларов. Так вот, мы играем в защиту на ежегодной основе за счет налогоплательщиков Нью-Йорка и Нью-Джерси. И есть некоторые очевидные возможности для обеспечения безопасности нашей южной границы, которые являются лучшим способом расходования ресурсов наших налогоплательщиков. Он имеет в виду, что за эти деньги, 15 миллиардов, можно было достроить стену на границе, вот в Техасе с Мексикой. Они эти деньги тратят только в год на содержание вот этих мигрантов. Департамент полиции, речь идет о четырехпроцентном сокращении расходов в Нью-Йорке от четырех до десяти. И вы все ожидаете где-то от четырех до десяти процентов сокращения расходов в вашем штате. Полицейское управление из-за расходов, которые будут отправлены в вашу сторону? Неужели это именно то, чего от тебя ожидали? Это стоит того. В первом раунде ставки снижаются на 5% по всем направлениям. Мэр планирует провести второй тур. Он сказал, что участники первого тура будут защищены от участия во втором туре, но он не взял на себя обязательство участвовать в дальнейшем в третьем или четвертом туре. Потому что они верят. Он уверен, что продолжит в том же духе и сократит расходы еще на 5%. Так вот, я читаю прямо здесь. И там говорится, что мэр Нью-Йорка Адамс ожидает, что эти сокращения могут составить до 15%, а может быть и целых 15%. Три раунда. У нас только что прошли первый и второй раунды. Так что я собираюсь на этом закончить. Сколько человек вы собираетесь эвакуировать, спасатели первой службы экстренной помощи, полиция и все, кто хочет ответить на этот вопрос, потому что мое время ограничено. Будем ли мы лучше подготовлены, если в Нью-Йорке возникнет угроза безопасности из-за этих решений, или будем менее подготовлены? Любой, кто захочет, может ответить на этот вопрос. Ну что же, мы менее подготовлены, потому что не знаем, кто приедет в эту страну, и они не прошли проверку. И есть много людей, которые приехали в эту страну с гнусными намерениями. И я считаю, что нам нужна программа, в рамках которой мы знали бы, кто приезжает в эту страну, и проверяли бы их, прежде чем они въедут. И что если кто-то хочет получить убежище и имеет на это право, они должны это понять, но им нужно провести слушание и пройти надлежащую проверку. В противном случае, при открытых границах, это приведет к ужасному кризису общественной безопасности. Спасибо тебе. Ну вот. Ну, опять-таки, у нас есть этот Бэбичев, которого, естественно, это не волнует. Разве это может его волновать? Это вообще его не волнует никаким путем. Вот. Тут тоже вот говорит о том, что был хайнист пачки, что приняли закон в Нью-Йорке о том, что не граждане могут голосовать. Вот послушайте. В подавляющем большинстве поддерживают демократию. Одна из самых неприятных вещей, связанных с жизнью в Соединенных Штатах Америки, заключается в том, что невозможно провести много честных политических дискуссий. Потому что наши корпоративные СМИ в подавляющем большинстве поддерживают демократическую партию. Конечно, из этого правила есть заметные исключения. Есть телеканал Fox News, но 90% телеканалов, вот почему консерваторы так популярны на альтернативных каналах. Склоняются в подавляющем большинстве к левым и в частности к демократической партии. И прекрасным примером этого является то, как освещается проблема иммиграции. А теперь позвольте мне объяснить вам, почему демократы выступают за иммиграцию, и почему республиканцы в целом выступают против иммиграции. Демократы верят, что они получат больше голосов, когда эти люди станут гражданами, а республиканцы верят, что демократы получат больше голосов, когда эти люди станут гражданами. Но эта вопиющая очевидная истина, эта очевидная структура стимулов для обеих партий вести себя так, как они есть, полностью игнорируется средствами массовой информации. И это часто называют теорией заговора, несмотря на тот факт, что в Сан-Франциско и Нью-Йорке, о которых мы сегодня поговорим, были приняты законы, специально позволяющие иммигрантам-негражданам голосовать на муниципальных выборах в качестве бета-теста. К счастью, этот закон был признан неконституционным, но борьба продолжается, и именно об этом я хочу поговорить сегодня. Но прежде чем мы это сделаем, это видео спонсируется, так что быстро ознакомьтесь ввиду тех людей, которые явно совершают мошенничество с предоставлением убежища в городе Нью-Йорк. Но тут вообще о чем говорится? О том, что Нью-Йорк, этот мэр Нью-Йорка придумал закон о том, что будут граждане голосовать. Но потом, в конце концов, Верховный суд отменил это дело. Но даже сам факт, то, что они дошли до того, что, ну вот тут в Нью-Йорке начинают в тюрьму садить мигрантов, то есть уже до такой степени дошло. Вот. Вот тоже тут Нью-Йорк, новый закон Нью-Йорка, что не граждане смогут голосовать. Вот. То есть это тоже потом, в конце концов, его опровергли. Вот тоже Нью-Йорка, новый закон Нью-Йорка говорит о том, что позволят, ну, почти миллиону не гражданам голосовать. Но они, значит, признаны неконституционным. Сейчас вот мы переведем. Вот. Они его, в конце концов, отменили, да, вот, они, значит, его, как неконституционный. Но сам факт того, что такое предложение возникло, это просто ужас. Идем к сегодняшней теме. Не забудь нажать кнопку подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. Мы распутываем нити спорной ситуации в Нью-Йорке. Недавно апелляционный суд штата признал неконституционным закон, который позволял 800 тысяч неграждан, проживающих на законных основаниях, голосовать на муниципальных выборах. Так что же привело к этому важному решению? Давай нырнем в воду. Решение апелляционного суда штата было основано на Конституции штата. Решение суда основывалось на четкой ссылке Конституции штата на то, что избирательные права принадлежат исключительно гражданам. Судьи, проявив мудрость, оставили в силе решение суда низшей инстанции, которая повторяла то же мнение, укрепляя конституционный принцип. Решение суда касалось не только настоящего дела, но и создания. Ну, в общем, этот закон отменили. Но дело в том, что вы, до этого мы с вами рассматривали, что в этом же штате все равно не нужно показывать никаких документов, что ты гражданин. Вот в чем проблема. То есть они тут хотели еще упростить. То есть вообще пусть даже, там надо хотя бы принести какой-то фейковый документ, какой-то счет электричества, чтобы вас допустили голосовать. А тут они вообще говорят, давайте вообще отменим вообще все, и не надо даже быть гражданином, вообще идите и голосуйте просто так. Отменили. Но это Нью-Йорк сейчас отменил. А то, что они, например, такой же самый закон завтра в Калифорнии не предложат, или в Колорадо, но в либеральных штатах, это не факт. И что они не проведут. Ну, слава богу, что этот закрыли закон, но до такого степени дошли. Бабайден, ой, господи Бабичев, он вообще в курсе про то, что в Нью-Йорке вот это вот закон этот, они в принципе приняли его. Они его приняли. Его просто более высокий суд, он его отменил, как неконскитационный. А местный суд принял этот закон. 800 тысяч неграждан разрешали голосовать. Это миллион практически неграждан разрешали голосовать. А как они будут голосовать, этот миллион неграждан? А так, за демократов, как еще? Вот, ну, тут тоже вот это видео говорит, что суд в конце концов запретил, проголосовал против, разрешите негражданам голосовать в выборах, да? То есть, ну, это уже вообще до такой степени уже бардак там как бы доходит. Я там хотела про Такера хорошее было видео. Ну, там минут на 20 он там Байдена критиковал и тоже про голосование будет говорить. Вот это тут интересно. Я вам хотела показать, что действительно даже уже, ну, это Фокс, они всегда возмущаются. Но то, что они хотели этот закон протянуть, это был ужасно. Вчером апелляционный суд штата Нью-Йорк вынес важное решение по поводу закона города Нью-Йорка, который позволил бы негражданам голосовать на местных выборах. В настоящее время суд признал этот закон неконституционным. Стефани Мартини из Фокс-5 сегодня вечером в прямом эфире в отделе новостей. Этот закон вызывает много споров. И так было с тех пор, как он был одобрен городским советом несколько лет назад. Спорный местный закон, который был одобрен городским советом Нью-Йорка в 2021 году, предназначался для того, чтобы позволить законным постоянным жителям и лицам, имеющим разрешение на работу в Соединенных Штатах в Нью-Йорке, иметь возможность участвовать и в муниципальных выборах. Группа законодателей-республиканцев подала в суд, чтобы помешать этому закону вступить в силу. Сегодня 2-й операционный отдел Верховного суда штата Нью-Йорк вынес решение против него. Член городского совета Нью-Йорка Джоанна Риола... Вот, то есть, понимаете, в 2022 году они уже приняли этот закон. То есть суд Нью-Йорка принял закон разрешать. То есть у кого есть разрешение на работу, а они вот этим всем мигрантам, которые через границу переходят, они им дают разрешение на работу вот так вот, очень быстренько. Поэтому, типа, у вас есть разрешение на работу? Идите, голосуйте. Так, вот я тут вижу комментарий, что Бабичев сегодня на стриме задавал вопросы как экономисту Разумовскому. Он ему то же самое рассказал, что и Горбовский. К Разумовскому Бабичев как прислушался. Я не знаю, как он прислушался, я вас уверяю. Будет следующий какой-нибудь стрим, он опять будет рассказывать про эти триллионы долларов, пускай печатают, и нормально, никаких проблем. Давайте печатать больше. Чем больше, тем лучше. Вот, а тут классно есть видео с такером, я хотела показать, но уже не буду, ребята, потому что время позднее, мы с вами уже стримим два часа. Я думаю, этого достаточно. То есть мы поговорили про то, что Бабичев наврал всем, ну, по причине незнания вообще, что происходит в США, о том, что нужно голосовать и можно голосовать только с паспортом. Мы выяснили, что в его конкретно штате можно голосовать без ничего. Ничего вообще не нужно, никаких документов. И голосуй. Рассказывай, что ты гражданин, и не показывай никакого бумажки. Просто прийди, скажи, я гражданин, и все, тебе и будешь голосовать. Вот. То есть не требует ничего. Вот. И мы поговорили про вот этот вот долг, который продолжает печататься и который увеличивается. И о том, что Владимир Горбовский, он действительно правильно сказал, что в какой-то момент это вот река вот этих вот долларов. Если вы пойдете на YouTube, да, если вы пойдете на YouTube, и вы просто на YouTube наберете, например, «Национальный долг США», вот, и вы выберете просто вот любые видео, да, ну тут клоки мне не надо, так, подождите, это я в Яндексе, надо не в Яндексе это искать. Так, вырезать, копировать. Надо идти в этот, на YouTube конкретно. Сейчас пойдем на YouTube. Столько выходит видеоэкономистов американских, которые просто уже кричат, что такое скоро может случиться с этим долларом, что это вообще конец скоро будет всем. Вот. Почему США никогда не заплатят свой долг, да? «US Debit Crisis 2024». Вот они показывают эти часы, которые кликают, да? Давайте даже я вам это видео покажу. Вот тяжелая, тяжелая правда о национальном долге США. «It's over». Это все кончено для США. Федеральный долг 4 триллиона. И только интерес, интересно, это долг полтора триллиона, только интерес. То есть вы возьмите просто, вот заведите, да? Вот пока ситуация о национальном долге США объяснена. То есть уже пишут, что, да, это национальный долг США, это кризис и конец игры. «The end», «The game over», «The game over», да? Почему национальный долг США такой огромный? Кого обвинять? Понимаете? То есть тут просто откройте, да? И вам будет написано просто миллионы статей про то, что, ну, тут вот эти 320 тысяч нелегалов, которых пригнали сюда, да, привезли. Вот. Американский долг просто по спирали увеличивается. Значит, все это скоро рухнет, уже вот все горит, понимаете? То есть это просто ужас. Национальный долг США больше 30, там, достиг 31 триллион. Почему США тратит почти триллион на только один, этот, проценты по национальному долгу, да? Нелегальная миграция долг, Путин про этот долг. В общем, куда ни открой, тут все, тут они все говорят, а все, конец, все, го, брок. Почему США пока не может пойти это два года назад? А сейчас-то уже год будет. Кто, кому мы, кому США должны? Кому США должны? Должны США федеральному резервному фонду, который нифига не федеральный, нифига не резервный. Это просто сборище банкиров еврейского происхождения, которые печатают бабки, а американский народ эти бабки под проценты забирает у этих федерального резерва. А потом мы триллионы платим этим банкирам. А за ними стоят всякие JP Morgan Chase, Банков Америка, а за ними стоят всякие Рочердли, Рокфеллер и так далее. Весь американский народ, я давно это говорила, я говорила в интервью Федора, что весь американский народ просто-напросто в кабале у кабалы, у еврейской кабалы. То есть, давайте вот это вот видео, сейчас я быстренько поставлю, смотреть не будем, начало только посмотрим. Мне нравится этот китаец, он классно рассказывает. Сейчас мы на этот Яндекс поставим. Ребята, если вы там кто-то уже хочет спать, идите, то как бы я не держу. Ну, идите, ну, если вам еще этот интересный момент, пять минут еще, и будем закругляться. Это тоже, пускай Байден, это, господи, что мне Байден сегодня дался? Бабичев, пусть посмотрит. Может, я его образую, пара дурачка этого. Бабичев, хоть себе, накопи хоть кусок земли, или туалетной бумаги, или консервов, или купи кусочек серебра. Спаси свои деньги, твои же дети останутся без трусу. В сегодняшнем видео мы рассказываем о том, как государственный долг США вырос до рекордного уровня 34 триллиона долларов. Это похоже на ситуацию, когда у человека серьезные проблемы с долгами по кредитным картам, и он продолжает перерасходовать деньги. Он роет себе еще более глубокую яму. И это просто очевидно, что все закончится очень плохо. Дай мне знать, что ты об этом думаешь. В комментариях ниже. А Бабичеву не очевидно. Тейт, сообщить тебе последние новости о ситуации. Итак, 100 лет назад государственный долг США составлял 383 миллиарда долларов. 50 лет назад он вырос примерно до 3 триллионов долларов. 20 лет назад этот показатель достиг 12 триллионов долларов. 10 лет назад он вырос до 23 триллионов долларов и продолжает расти. Сегодня мы достигли 34 триллионов долларов. Как вы можете видеть из графика, ситуация просто выходит из-под контроля. А теперь скажите, вы действительно верите, и это серьезный вопрос. Вы действительно верите, что у всего этого не будет никаких последствий? На мой взгляд, я считаю, что вы принимаете желаемое за действительное, но это только мое мнение. А теперь я хочу ответить на несколько основных вопросов. Например, почему правительство США погрязло в долгах. Например, что происходит. Так что все очень просто. Все очень просто. Правительство тратит больше денег, чем получает. И чтобы компенсировать разницу, им приходится занимать эти деньги, и они все глубже залезают в долги. А теперь взгляни на это. Это исходит от РИА. Доходы правительства США в основном формируются за счет подоходных налогов, ясно? Так что большая их часть поступает от налогов на доходы физических лиц. Следующий по величине источник дохода – налоги на социальное обеспечение, затем идут корпоративные налоги и такие незначительные источники дохода, как акцизы, таможни, налоги на недвижимость и так далее. Вот данные за декабрь 2023 года, совсем свежие. Общий объем собранных налоговых поступлений составил 4 миллиарда 290 миллиардов. Общие расходы составили 5 миллиардов 590 миллиардов. Таким образом, правительство США превысило расходы на миллиард 300 миллиардов долларов. Это замечательно. Теперь вы смотрите на 2024 финансовый год, который начинается в октябре, и это еще одно ужасное начало для государственных бюджетов. В декабре, который мы только что рассмотрели, дефицит бюджета составил 130 миллиардов долларов. Это даже неплохо по сравнению с ноябрем. Так что взгляни на ноябрьские показатели. И я хочу быть честным с тобой. Я не хочу, чтобы тебя это смущало. Потому что речь идет не о противостоянии республиканцев и демократов. Это не имеет к этому никакого отношения. Потому что обе партии тратят слишком много денег и загоняют нас еще глубже в долги. Джордж Буш тратил слишком много денег и загнал нас еще глубже в долги. Республиканец. Приходит Барак Обама и тратит еще больше денег, обгоняя Буша и доводя нас до рекордного уровня задолженности. Ты такой демократ. Приходит Трамп, тратит еще больше денег, чем Обама и достигает рекордного уровня задолженности, республиканец. Появляется Байден, тратит даже больше денег, чем Трамп. У него рекордный уровень долга демократ. Так что слушайте, Конгресс. Я говорю о политиках в целом, просто в общих чертах, им можно научиться сбалансировать бюджет. Послушайте, я практичный человек. Я понимаю, что политики должны делать свое дело. Они должны быть осторожными. Они должны заключать тайные сделки со своими друзьями, членами своей семьи, деловыми партнерами, донорами. Я понимаю это, но этого просто должно быть меньше. Послушай, все, что я пытаюсь сказать, это то, что в конце концов, прямо сейчас, в такой ситуации и при таких обстоятельствах, они действительно испытывают свою удачу. Это всего лишь мое мнение. Хорошо, так кому же правительство США задолжало все эти деньги? Так что взгляни сам. Часть долга приходится на зарубежные страны, что написано светло-голубым цветом справа. Япония является крупнейшим держателем долга США, за ней следуют Китай, Великобритания и многие другие. Здесь у себя дома, правительство США задолжало больше всего денег Федеральной резервной системе. За последние несколько лет ФРС одолжила правительству США много денег. Кроме того, существуют взаимные фонды, пенсионные фонды, финансовые учреждения, богатые люди и так далее, которому правительство США задолжало деньги. А теперь позволь мне показать тебе, почему ситуация сейчас вызывает больше беспокойства, чем когда-либо. Итак, вот процентные расходы, которые оплачивает правительство США. Правительство берет деньги взаймы, и им нужно выплачивать проценты по этим деньгам. И сейчас они становятся все более значительными. Поэтому я хочу, чтобы ты взглянул на это. Вот как будет выглядеть бюджет в 2033 году. Федеральное правительство потратит больше денег на выплату процентов, чем на национальную оборону. И это произойдет задолго до 2033 года. Это произойдет примерно через 5 лет. Выплаты по процентам, взгляни-ка, это будет примерно столько же, сколько тратится на программу Медикэр. Так что это дико, не так ли? Но я скажу тебе вот что. Это всего лишь одна проблема. Потому что другая проблема заключается в том, что все эти растущие долги вызовут массовую инфляцию. Это потому, что ты должен помнить, кто сужает больше всего денег правительством США. Это федеральная резервная система, а федеральная резервная система волшебным образом создает все эти деньги из воздуха. И это приводит к инфляции. Так что я просто хочу, чтобы ты подумал об этом очень логично. Вы понимаете, что целая страна, 350 тысяч населения, миллионов населения, ну не считая вот этих мигрантов, да? Вся эта страна работает на маленькую кучку банкиров, которые владеют федеральным резервным фондом. И вся страна платит налоги, все люди работают, платят налоги, а с этих налогов платится процент, вот этот интерес, вот этому федеральному резервному фонду, который деньги просто печатает из воздуха. Понимаете? То есть сидит, и вся страна продолжает это делать. Понимаете? Почему они не грохнуты этот резервный фонд? И не прекратят это, понимаете? Я не могу понять. Это просто вообще какой-то маразм. То есть маленькая кучка вот этих вот наглых, жирных каббалистов, да, вот этих вот хазар, вот эта хазарская мафия, она просто породила не только США, а через США, через военные силы США. Они буквально навесили вот это вот кандалы на весь мир, и только Путин сейчас единственный, который с этим совсем борется. Надеюсь, что это так. На самом базовом уровне. Подумай об этом вот так. Насколько еще больше влезет в долги правительство США в этом году? Это составит около двух триллионов долларов. Потому что правительство собирается увеличить расходы на два триллиона долларов. Так что им придется увеличить долг на два триллиона долларов, верно? И откуда же возьмутся эти два триллиона долларов? Они поступят из Федеральной резервной системы. Они собираются напечатать эти деньги буквально из воздуха. Так что если ты просто поразмыслишь над этим логически, если ты продолжишь вкладывать в экономику два триллиона долларов каждый год, это будет хороший год. Как ты думаешь, что это сделает с экономикой? Это вызовет массовую инфляцию, и ситуация будет только ухудшаться. Проблема инфляции в том, что она усугубляет имущественное неравенство. Богатые будут становиться еще богаче, а бедные еще беднее. И я говорю о федеральных органах, которые снова печатают деньги, и ты знаешь, что это произойдет. Потому что они уже говорят о прекращении QT и повторном проведении КЭК. О том, чтобы снова включить печатающее устройство для денег. И я хочу, чтобы ты запомнил, что дефицит бюджета в два триллиона долларов будет считаться хорошим годом, потому что в случае рецепт... Ну, уже мы знаем, что это неправильные цифры. То есть, он говорит, что два триллиона в год, а уже сказали, что каждые три месяца печатают уже триллион. То есть, каждые три месяца триллион, это... Ну, в принципе, да, как он и сказал, да? Получается, что два триллиона в год. Да, правильно, так и есть. В процессе ситуация будет намного хуже. Намного хуже, чем в два триллиона долларов. Так вот, в чем причина, по которой... Это не знаю, что я прочитала. Три месяца триллион. Четыре должно быть триллиона. Потому что квотер, каждая четверть, три месяца. Не два. Это, он говорит, два, это будет хороший год. А если печатают один триллион в три месяца, у нас четыре квотера. Значит, четыре триллиона будет сейчас, вот с такими темпами, как сейчас печатаются денег, будет печататься в год четыре триллиона. Это просто нереальные деньги. И правительство США не могут позволить себе рецессию. И именно поэтому политики и Федеральная резервная система воспринимают слово рецессия как богохульство, потому что они знают ситуацию. Потому что в случае рецессии долги выйдут из-под контроля. Если начнется рецессия, правительство США увеличит свой долг на 4-5 триллионов долларов за один год. И мы говорим о простоте. Потому что, если вдуматься, все очень просто. Когда наступает экономический спад, безработица растет, и все меньше людей работают. Когда у вас работает меньше людей, и люди зарабатывают меньше денег, они... А в это же время продолжают запускать миллионы безработных людей, без образования, без знания английского, без ничего. И их тоже кормят, поят. И понимаете, ребята, вот кто живет в США, услышьте меня. Мне даже Бабичева этого жалко. Вот мне жалко даже, ну, и его дурака жалко, да. И семью, потому что все-таки он же не только там языком трепал в этой, в чат-рулетке. Все-таки человек работал, кем он там, прорабом, строителем. Это все-таки физическое там... Ясно, что он потрепанный, он, наверное, уже здоровье у него уже не то. Бабичев, и же с ним, вы останетесь без трусов. Вы вот сейчас сидите, как лягушки, вот в этой вот воде, которая подогревается. Вы еще до сих пор верите в какой-то там доллар США, вы верите там в какой-то там, что все нормализируется, что придет Трамп и будет лучше, что придет там еще кто-то будет... Был Трамп уже, он лучше не сделал. Вот этот товарищ блогер, он показал только, что при Трампе тоже напечатали кучу триллионов. Ребята в Америке, кто подписан на меня, с моего форума, тут не там. Девочки, я вас заклинаю, вытаскивайте свои деньги, как можете. Вытаскивайте из банка эти деньги, переводите во что угодно. Если есть возможность в рубли перевести в Россию, пускай они у вас рубля. Если не можете, вытащите деньги, там, я не знаю, за своих пенсионных фондов, заплатите 30% налога. Я вытащила все деньги с пенсионного фонда. Я заплатила 30%, я их вытащила, я больше, я уже скажу, лет 10 я в пенсионный фонд ни копейки не кладу. И то, что там матчат, да, там, вы там на тысячу долларов вложите в пенсионный фонд и на тысячу долларов вам компания добавит. Вы знаете, когда ни копейки не станут ни копейки этих денег, эти деньги станут ничего не значить. То, что вы вкладывали эти тысячи долларов в этот пенсионный фонд, вы просто, ну вы их потеряете и все. Вы лучше возьмите эту тысячу долларов, пойдите и купите серебряных монет на эти деньги. Серебро сейчас еще дешевое. 24 доллара за унцию, там, 30 долларов монета серебряная американский орел стоит. Купите, там, несколько монет, там, на тысячу долларов можно, там, ну, кучу монет накупить, да, там, вот, так вот, коробочка есть, они там по 100 монеток продают, там, каждый по унции. Купите серебряные монеты, закопайте в ямку, вытащите эти наличные из банка, потому что банки банкротятся, ребята, в Америке банкротятся банки. Некоторые люди могут прийти, они не могут вообще вытащить ни копейки, ни банка, нет наличного вообще, чтобы даже людям выдать. На какой-то день они скажут, была хакерская атака, ваши все цифры на вашем счету сгорели. Поэтому, ребята, вы, если можете, если есть состояние в Америке вкладывать недвижимость, я вам не советую, потому что недвижимость просто валится. В Америке цены падают на 20-30 процентов, во всех городах сейчас падают цены, включая во Флориде. То есть, вкладывать недвижимость вы вложите, но вы его потом не продадите, вы не продадите эту недвижимость. Если вам надо будет потом переехать в Россию или свалить в другую страну, вы свою недвижимость не продадите, ее никто не купит. Вот, поэтому, если у вас сейчас есть дом, вот я продала, у меня недвижимость. У меня есть дача, но дача там в основном земля, то есть, там в землю вложена, как бы дача, то такое, там, как бы, даже если она потеряет цену, мне не важно, она земля. То есть, земля, по крайней мере, эту землю можно будет потом поделить на кусочки, там, по полакра и продать за золото или за серебро, понимаете. Ну, что-то пусть физическое будет, даже пусть это земля будет. Купите в Россию квартиру, купите две квартиры в России, в новостройке купите. Поменяйте на золото, на серебро, пусть даже продукты какие-то, я не знаю, но доллар рушится. Я просто боюсь, что вы один какой-то прекрасный день проснетесь, понимаете, у вас будет, как в Венесуэле, один банан, 5 килограммов венесуэлских долларов будет стоить. Вот так, и, знаете, как в Венесуэле, они не считают деньги, они на весы кладут. Вот в Венесуэле так вот, на эту чашу банан, а на этот за один банан, там, 3 килограмма венесуэлских долларов. Вот такая будет инфляция в Америке. Я вам серьезно говорю, они либо устроят вообще всемирную войну глобальную, это Третья мировая война, и опять-таки в Америке будет очень тоже все жестко. Поэтому в горах можно еще будет отсидеться, почему у меня там эта дача в горах и сидит до сих пор, Кимичи Маунтенс. Там вода, скважина, 250 футов глубины скважина, у меня там солнечные батареи, запас питания. То есть, если будет мировая война, там у меня семья отсидится, во всяком случае. Вы знаете, тяжелые времена идут, и у меня нет ничего положительного вам сказать, вот на самом деле. В России, я считаю, будет более всего безопасно. Ну как, опять-таки, если это будут ядерные удары, то нам тут тоже всем не поздоровится. Может, там где-то на Алтае или где-то в горах тоже можно будет отсидеться. Я надеюсь, что до этого не дойдет, я надеюсь, что до этого не дойдет. Но американцы, крупные американские лидеры в сфере финансов, в сфере политики говорят, вот эта вот кучка банкиров, которая завладела вот этими долларами, станком этим печатным завладела, они пойдут на все. Ребята, они пойдут на все, они натравят на нас и Польшу, и Прибалтику, и Францию, кого угодно. Это может закончиться. То есть, они на все пойдут, чтобы не дать нам уйти от этого доллара, чтобы мир не ушел. Поэтому вот Брикс и Путин, они сейчас все делают, что угодно, чтобы альтернативу вот этой вот системе SWIFT, да, вот мир наш работает. Но мир, он только внутри страны, нам надо другие страны подтягивать. И тут уже, говорится, кто быстрее, либо мысли, альтернативу доллара сделать, либо они нас втянут в войну. Они вот уже, видите, на Ближнем Востоке там втягивают, они Иран просто провоцируют и провоцируют, и провоцируют, чтобы Иран втянуть. Нас они натравят вот это вот, они каждый день вот эти средства массовой информации западные льют в уши. Вот этот Deutsche Welle, вот это вся, все вот такие вот, BBC вот эта английская. Путин идет на Европу, Путин идет на Европу. Вот он сейчас покончит с Украиной, он пойдет на Европу. Понимаете, если вы послушаете, вот я слушаю 90% моих видео, это у меня американские англоязычные каналы, да, Deutsche Welle на английском и BBC News. То есть ребята там нагнетают, вот когда нагнетали тогда Украину, что Москаля, Москали, они там такие, вот как они нагнетали в 2014 году, вот эта вот украинская пропаганда шла, вот точно такая же идет. На Америку тоже так же идет, но американцы, вы знаете, благодаря Элон Маску, то, что он выкупил Твиттер, и в Твиттере сейчас там Такер сидит, там большая поддержка России идет, там очень большая пророссийская группа. Трамп как бы тоже, да, туда вот как бы более пророссийский. То есть у американцев я не думаю, что они смогут затащить американцев, когда они говорят, мы американцев пошлем. Я думаю, что нет. Конгресс там станет стеной, там вот эта Маргарет Тейлор Грин, она там протрампистка, она вот станет. Мэйд Гейтс, то есть там вот эта группа в Конгрессе, группа, которая трамписты, они сейчас, они вот решают. Там маленькое-маленькое большинство в Конгрессе республиканцев против демократов, и вот эта вот маленькая ячейка, они просто зубами там выгрызаются. Видите, почему до сих пор Украине не отдали эти деньги, которые они там требуют, 60 миллиардов или что-то. Вот эта вот группа блокирует, и они имеют сейчас достаточно сил, чтобы даже убрать спикера. Вот они вот этого Кевина предыдущего, они же Кевина убрали предыдущего, потому что он пытался поставить на голосование помощь Украине, они его уволили, они уволили спикера. Поставили вот этого Джонса, Майкла Джонса. И Майкл Джонсон знает, если он только сейчас поставит на голосование помощь Украине, до того, как они проголосуют, например, стену закрыть. А Байден не подпишет этот закон, чтобы закрыть стену и запускать иммигрантов, не подпишет. А эти сказали трамписты, пока вы не дадите деньги нам закрыть стену, мы даже не будем рассматривать помощь Украине. И вот это с американцами, я думаю, не прокатит этот момент. Я думаю, что не дадут. То есть вот это маленький процент, который сидит, сидит и зубами держит, не пускает. Только вот благодаря, буквально там 10 человек конгрессменов, которые разница между демократами и республиканцами, которые не дают это все пропустить. Вот. Но Европу они натравят. Они натравят. И вот эти вот банкиры, которые Федеральный резервный фонд, они сделают все, чтобы не дать уйти от доллара. Они устроят Великую Третью мировую войну, устроят, чтобы только как бы не дать уйти от этого долларовой системы. Поэтому я говорю, все, кто в Америке, ребята, что хотите делайте, вытаскивайте свои бабки. Вытаскивайте бабки с пенсионных, заплатите налоги 30%. Лучше вы 30% потеряете, но 70% вы вложите в золото, в серебро, в землю или в Россию купите недвижимость. Или в Европе тоже не надо. Лучше Белоруссия, но в нашей стороне. Даже в Китае в том же купите, но ни в коем случае. Даже может в Индии, может в Эмиратах. Вот в Эмиратах, я думаю, тоже вариант. Но только с Америки надо выводить. Вот слушайте, вот его слушайте, вот то, что он говорит, я с ним полностью согласна. И большинство очень влиятельных экономистов американских, они то же самое говорят. Доллару, кранты, Бабичев только один не видит. И вот этот дуралей Бабичев, вот эта вся его еврейская комьюнити, которая вместо того, чтобы слушать настоящие новости, погрожаться в финансы, финансовое состояние США, они сидят, вот это вот, трепятся, этот, пять часов на стриме с этими украинцами, тупые, блин, бараны. Не будут платить меньше федеральных подоходных налогов. Ну и налогов в целом. Таким образом, у правительств будет меньше налоговых поступлений. Кроме того, что же произойдет дальше? На фондовом рынке дела пойдут плохо, а то еще хуже. Это будет означать снижение налога на прирост капитала для правительств. Так что, по сути, сбор налогов резко сократится. Мы говорим о триллионе долларов, которые можно легко заработать. Ты можешь проверить меня на деле. И тогда правительствам, находящимся на другой стороне уравнения, придется потратить больше денег на поддержку экономики. Ты видел это в прошлый раз. От стимулирующих проверок до налоговых льгот и любых других стимулов для поддержания экономики на плаву, чтобы предотвратить более глубокую рецессию. Так что же это значит? Это означает меньший доход для правительства, меньшие сборы налогов, и правительству приходится тратить больше денег. Так что это приведет к увеличению дефицита бюджета. Вот почему мы не можем позволить себе рецессию, иначе все это развалится еще быстрее. В худшем случае, вся система просто развалится на части. Так что вся эта система основана на вере и на том, что люди продолжают участвовать в ней. Если доллар США и вся система в целом утратит доверие, то все это развалится. Но я хочу внести ясность в этот вопрос. Потеря доверия — это процесс. Это не то, что произойдет в одночасье. Это не похоже на выключатель света, который можно включить или выключить. А теперь я хочу подвести итог всему этому процессу. Как теряется вера в систему, и вся система разваливается на части. Если все больше и больше людей, учреждения и стран потеряют веру в систему, это может привести к тому, что они перестанут верить в нее. Вот что произойдет. Так что давай просто скажем, что правительство США хочет занять у тебя денег. Тогда ты попросишь правительство выплатить тебе проценты. Давай просто скажем, 4% в год. Например, если ты хочешь занять у меня денег, то тебе придется выплатить мне компенсацию. Я хочу получить 4% годовых. Именно поэтому ты так и скажешь, хорошо? Но если люди начнут терять веру в систему, они скажут, ну что же, правительство США выглядит более рискованным. Так что в этом случае, вместо того, чтобы просить 4% годовых, потому что это более рискованно, вы захотите получить 5, 6, 7%, 8% подлежащие компенсации за этот повышенный риск. И тогда процентные выплаты станут непосильными для правительства США, и тогда придется печатать больше денег, и тогда инфляция вырастет до 10-15%. А потом, когда это произойдет, ситуация просто выйдет из-под контроля, потому что инвесторы скажут, ну что же, инфляция составляет 10-15%. Тогда мне нужно получить компенсацию в размере 20%. И это похоже на смертельную спираль. Так вот как все это разворачивается. Пен Нортон говорит, что долги США станут непосильными, и дефолт будет неизбежен. Они говорят, что это произойдет в течение 20 лет. Джейми Даймонд, генеральный директор JP Morgan Chase, сказал, что Вашингтону грозит бунт мирового рынка из-за рекордных долгов США. Даймонд говорит, что эта долговая спираль – самый предсказуемый кризис, который у нас когда-либо был. Но я хочу закончить хорошими новостями. На самом деле это очень позитивное послание. Хорошая новость заключается в том, что до конца этого десятилетия у нас все будет хорошо. Я не думаю, что в 20-х годах этого десятилетия произойдет системный... Ну, опять-таки, это вот он так думает. А он не учитывает то, что войны начинаются. То есть, если сейчас американцы пошлют больше денег Израилю, больше Украине, больше туда, больше сюда, и еще больше нелегалов за год они перетащат, которых надо содержать, то это уже... Ну, какие там 20 лет? Там уже разовор не идет про 20 лет. Разовор идет реально. Я вам хочу сказать. У этого, кстати, блогера, у него 2 миллиона подписчиков. То есть, он занимается... Он налоговик у него. Clear Value Tax канал называется. Он налоговик. Он занимается налогами. То есть, он действительно экономист. Смотрите, просмотрела 140 тысяч человек, 1200 комментариев. И вот комментарии я вам сейчас зачитаю. Да, вот американцы пишут. Это месяц назад было видео, по-моему, у него месяц назад. Да, один месяц назад. Америка из Брок. То есть, Америка просто... Брок это, ну, нищая. Нищая, да? То есть, это, ну, бомж. Но мы все еще продолжаем посылать миллиарды иностранным другим странам, да? Я желаю, чтобы такие эти вещи... Эти вещи не хотят... Я не хочу, чтобы я больше налоги платила. И тут пишут люди большими буквами. Прекратите посылать деньги иностранным другим странам. Другой пишет. Bottom line is we're all screwed. То есть, ну, короче, итог такой. Мы все, короче, нам всем кранты. Спасибо, Брайан. Я обычно не комментирую, но никогда не пропускаю ни одного эпизода. Спасибо за твою работу, да? Ну, тут кто-то пишет. Все эти воры и шарлатаны должны быть в тюрьме как можно скорее. Это наше правительство буквально живет от зарплаток до зарплаты. Все эти, значит, большинство законодателей, вообще некомпетентны. Когда политики... Почему политики будут балансировать бюджет, если они... Если они должны за это платить? В общем, как бы это не важно. Приду домой к моей жене, и вместо того, чтобы платить... Может быть, надо... Может быть, надо уменьшить... Ну, траты. Может быть, надо уменьшить траты. Ну, это вообще ужас, короче говоря, да? Ну, до 20 лет, я думаю, что у нее не может этого не продлиться. То есть, другие, как бы, вот блогеры пишут, что этот уже... Ну, вот, например, да? Вот смотрите, например, вот такое. Как вам такое видео, да? Вот один день назад. Один день назад. Крах американской экономики хуже будет, чем в 1929 году. Конец американской империи. Вот сейчас давайте это видео тоже посмотрим. Я его еще не смотрела. Питер Шифт, он вообще такой известный, как бы, экономист американский. У него много книг написано. У него фон свой большой, Питера Шифта. Но он в золото в основном складывается. Ну, вот он прямо говорит. Один день назад, что экономика США хуже... А, крах экономики США будет хуже, чем в 1929 году. Это была, когда Великая депрессия экономическая. Бабича знает про это или нет? Он вообще слышал про это или нет? Так, переводим. ...тиких империй. Китайский мандарин, Германия, Австро-Венгрия, Османская Турция, Япония, Британская империя и Советская Россия. Некоторые из этих империй, как и Соединенные Штаты, веками доминировали в мире. Почему они рухнули? Главным фактором была экономическая нестабильность. Еще одним фактором была политическая коррупция. Кроме того, социальное неравенство было существенной причиной гибели империи. А теперь скажите, почему так много людей верят, что Соединенные Штаты застрахованы от краха? Наш долг не посилен, банки находятся в руках Салливана, а США теряют контроль над мировой резервной валютой. Страны по всему миру, включая Китай, Россию и страны БРИК, прилагают все усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от нашего доллара. Очевидно, центральные банки знают, что это предрешено, поскольку, по словам финансового аналитика Питера Шифа, они скупают все золото, что приводит к его падению. Рекордно высокие показатели за последние недели. Послушай внимательно, что Питер Шиф говорит в этом интервью, и реши для себя, не катится ли экономика США с обрыва. Я призываю тебя пройти этот путь до конца. Это всего лишь часовое шоу, а потом поделись со мной своими мыслями в разделе комментариев ниже. Проблемы начинают проявляться, и, возможно, мы приближаемся к глубокой депрессии. Ты знаешь, на каком этапе сейчас находится экономика США? Ну что же, мы переживаем рецессию. Мне все равно, что показывают статистические данные, и они, скорее всего, будут пересмотрены в будущем, чтобы подтвердить, что мы находимся в рецессии прямо сейчас. Именно это произошло во время великой рецессии, которая началась в декабре седьмого года. Но в течение года правительство выдавало поддельные экономические данные. А потом, в декабре восьмого года, они вернулись и сказали, «О, кстати, у нас уже целый год рецессии. Ты можешь выбросить все данные, которые мы тебе предоставили, потому что они неверны. И поэтому они могут делать то же самое». Сегодня у нас появились заказы на январь. Это самое большое падение с тех пор, как мы закрыли экономику во время эпидемии ковид. Я имею в виду, как мы можем быть в условиях сильной экономики, если это так. Байден самый непопулярный президент в истории, или по крайней мере с тех пор, как были проведены опросы популярности президента. Почему это так? Глупый. Все дело в экономике. Я имею в виду, что именно так люди голосуют. Если экономика в порядке, то президент получает все почести. Если дела идут плохо, то вина ложится на него. Ну что же, Байдена обвиняют в плохой экономике, а не в хорошей экономике. И на самом деле, когда они привлекают избирателей, самые низкие баллы Байдена приходятся на экономику. Так что это просто невозможно. И избиратели говорят это, несмотря на то, что, как ты сказал, их каждый день информируют изрыгаемой пропагандой из основных средств массовой информации о том, насколько велика экономика. Так, ребятки, я смотрю, что уже действительно дело позднее. Я тоже не ожидала так долго тянуть, затягивать. Мы от выборов перешли плавно к печатанию долларов, к экономике и к рецессии. Это все один к одному. Я не буду застрять внимание на экономике. Может быть, мы сделаем другой стрим по экономике. Я думаю, что в основном вы как поняли систему, да, ситуацию. Я всех прошу, когда я выложу это видео, да, пожалуйста, отправьте его, кого вы можете заширьте в разных соцсетях. Потому что почему люди наши в России как бы мало про это знают и вот слушают таких, как Бабичев, которые как бы до сих пор верят, что Америка как бы никогда не потонет и конца доллару не будет. Я просто боюсь, что люди многие в Америке останутся без трусов, как мы, ну, когда при развале Советского Союза без трусов останемся. Поэтому вот это вот интервью Питера Шифа посмотрим, может быть, другой какой-то день. Я еще подберу другие ролики по поводу экономики США. И мы его как бы рассмотрим. Потому что сейчас еще там и в плане недвижимости там песец начинается. То есть там падают вообще, это самое, очень сильно цены на недвижимость валятся. А последнее, что я обещала в конце рассказать, случай, что в пятницу у меня, вот догержала я эту историю, в пятницу я же работаю этим медицинским переводчиком, и мне попадается интервью, ну как, мне звонят, оказывается адвокат звонит. И он, значит, звонит своему клиенту, который сидит русскоязычный. Я поняла, что это, видимо, украинец. Ну хотя там чисто русский язык, но чисто русском разговаривает человек там. Этот адвокат говорит, что как у вас там дела туда-сюда. А этот говорит, значит, русскоязычный, что я сижу в обезьяннике, в детеншин-центр на границе, перешел границу, Калифорния. И он уже сидит месяц там. И он возмущается этому адвокату, говорит, что со мной сидели ребята, которые перелезли через дырку в стене. И они были два дня всего в детеншин-центре, и их выпустили. Я сижу уже месяц с визой. Думаю, виза какая? Ну, то есть россиян не дают визу в Америку. Значит, он, видимо, по-украинской вот это U2U. То есть он сидит с этой визой U2U, сидит уже месяц, вот, значит, в обезьяннике, да, вот этом приемнике, которых демигрантов, значит, закрывают. И он не может даже его выпустить, не выпускают, документы не дают, статус не дают. А те, которые пролезли через дырку, он говорит, они со мной просидели два дня, им дали статус уже рефюджиес, это, значит, беженцы. Им дали документы, бабки, короче, их уже выпустили. Я, говорит, сижу. Вот, и, в общем, ну, к тому я хотела сказать, что если вы хотите документы получить какие-то, никакую визу в США не берите, сразу через стену переходите через дырку. И вам все дадут и выпустят вас. А если вы будете через границу идти с визой, то вас задержат и будете сидеть в обезьяннике. И вот такие вот, как бы, случаи у меня очень часто попадаются. Адвокаты вот со своими клиентами разговаривают, да. Очень интересно. То есть я неделю отработала, у меня уже хоть книжку пиши, сколько интересных разговоров было. На следующей неделе, я думаю, что будет еще более интересное все. Вот, в общем, давайте заканчивать. Я думаю, что этот стрим был достаточно информативный, да. Если вы увидите Бабичева когда-нибудь на стриме или где-то, вы ему скажите, что пускай он хотя бы на русском языке прочитает о том, что паспорт не нужен в Нью-Джерси и в Нью-Йорке. Там люди голосуют без всяких вообще документов. И доллар США летит в пропасть. И его вот этот вот право сильного и так далее, это все уже просто пустой звук. Никакого права сильного в США, скоро не будет. Вот, пускай Бабичев себе консервы, туалетную бумагу закупает. Пускай, иначе ему будет долларом туалет обклеивать. Вот на этом как бы ноте. Давайте с вами закончим, ребятки. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, да. Потому что в телеграм-канале я очень интересный материал развещала. Я сразу рассказала про то, что Бабичев тут, значит, ну, полностью провалил всю информацию. То есть он вообще вот с таким товарищем евреем он разговаривал и наговорил там кучу всего неправды. И ни один, ни черта не знает, 30 лет прожил. Ни второй, он говорит, я больше 30 лет прожил. Тоже ни черта не знает про Америку. Вот это вот вся суть, вот это вот колбасно-реврейская миграция. Вот, ребятки. Поэтому на этом давайте все. Всех люблю, целую. Ждите, значит, стрим в записи. Шерьте его. Я сделала, наверное, нарезки. Вот. Спасибо всем за стрим. Спасибо.